И Валерия очень подробно расскажет Skin Booster Restylane для улучшения качества кожи Колген стимулирующие продукты портфеля Galderma Очень интересная презентация, поскольку я ее уже видела Будет много видео, что наверное самое важное Поскольку у нас сегодня идут видеодемонстрации процедур И Валерия, добрый день Добрый день, коллеги Позвольте я начну Ну, хотела бы начать с того, что на самом деле в портфеле Galderma В компании Galderma есть несколько коллаген стимулирующих препаратов Это не только Skin Booster Но и такой замечательный препарат, как Sculptor Это препарат, который состоит из частиц L-полимолочной кислоты Оказывающий очень выраженное действие на фибробласт И соответственно на выработку коллагена Но сегодня тема нашего общения это все-таки Skin Booster Поэтому остановимся более подробно на них Эти препараты представлены Ристелан Виталом и Ристелан Витал Лайтом Препараты отличаются друг от друга концентрацией гиалуроновой кислоты И если говорить уже конкретно про эти препараты То хотелось бы обратить внимание, что Skin Booster Они кардинально отличаются от препаратов для классической биоревитализации В чем же эта разница, в чем их ключевые преимущества Они заключаются в том, что между молекулами гиалуроновой кислоты имеются шивки Так называемая стабилизация, благодаря которой препараты длительное время находятся в тканях Проводились крупномасштабные исследования, в которых было показано и доказано Что при даже однократном введении препарат Ристелан Витал сохраняется в тканях до 6 месяцев А препарат Ристелан Витал Лайт до 3 месяцев К ключевым преимуществам можно отнести возможность использования Skin Booster Не только в области лица, но и в области тела Шеи, декольте, кисти рук, коррекция рубцов постакне И это, безусловно, расширяет наши возможности при работе Препараты можно вводить различными схемами О них мы поговорим дальше Эти схемы показали свою высокую эффективность и безопасность И самое главное, я думаю, что важно для нашей сегодняшней сессии Препараты Skin Booster Они сочетаются с лазерными методиками И я расскажу, поделюсь с вами этими исследованиями Где также была показана высокая эффективность и безопасность этих препаратов Сейчас я предлагаю начать с рассмотрения эффективности Skin Booster При работе в области лица И мне хотелось бы построить свой рассказ Презентацию, основываясь на данных исследований Перед вами сейчас первое исследование Которое было проведено в 2008 году Мартина Кершер Это известный врач Которая оценивала эффективность введения препаратов Skin Booster Использовался в этом исследовании препарат Ристилайн Витал Он вводился в область лица С трехкратно с интервалом в 4 недели И в ходе этого исследования оценивались биомеханические свойства кожи А именно эластичность и шероховатость А в данном исследовании было показано Что при введении Skin Booster в трехкратно Мы видим отсроченные результаты По улучшению эластичности кожи Которая оценивалась с помощью кутометра И улучшение именно шероховатости Снижение шероховатости кожи Которая оценивалась с помощью специальной камеры видеоскан Если вы обратите внимание на данный график То вы можете отметить, что максимальные изменения Наблюдались на 24 неделе после введения препаратов То же самое касается и шероховатости Мы видим, как шероховатость кожи уменьшалась С течением времени после проведения первой процедуры На данном слайде вы можете увидеть Какие изменения произошли у пациенток При введении препарата Ристилан Витал В области нижней трети лица Как поменялось качество кожи Как разгладились мелкие поверхностные морщины Мы видим даже небольшой лифтинг тканей В нижней трети лица И сейчас я предлагаю нам с вами посмотреть видео Как же проводится процедура введения скин бустеров При работе на лице Мы видим, что на видео молодая пациентка И препаратом выбора для этой пациентки Стал препарат Ристилан Витал Лайт Показания для препарата Ристилан Витал Лайт И для препарата Ристилан Витал Они немножко будут отличаться Так мы препаратом Ристилан Витал Работаем с более выраженными возрастными изменениями на коже С более выраженными признаками фотостарения С рубцами постакне Препаратом Ристилан Витал Лайт Мы работаем с более молодыми пациентами Можем достаточно близко подходить К переорбитальной области Мы видим, что препарат вводится достаточно быстро Мультипунктурной техникой В шахматном порядке Глубина введения для препарата Ристилан Витал Лайт Это средние слои дерма Если бы это был препарат Ристилан Витал То мы его вводили бы чуть глубже На границе дерма и гиподерма Таким образом, чтобы препарат не визуализировался Колоть данные препараты Классической техникой поверхностных папул Нельзя Это чревато тем, что пациенты Длительное время будут Ходить со следами проведенной процедуры В виде выступающего препарата Вы видите, что препарат колется очень близко В комплекте к препарату входят три иглы Они достаточно острые Легко скользят При проведении процедуры Угол наклона иглы примерно составляет 20-30 градусов относительно поверхности кожи И забегая чуть вперед Я расскажу об этом чуть дальше Но все-таки уж, коль у нас тема Касается комбинированных методик Скинбустеры прекрасно сочетаются С лазерными технологиями Как с аблитивными, так и с неаблитивными И изначально эти исследования Они носили единичный характер Выполнялись только на животных Так, например, есть крупные исследования Проведенные американскими учеными Когда они вводили скинбустеры В области живота у свиней Далее проводили фракционный СО2 лазер И оценивали результаты Сохраняется ли препарат в тканях И вот в этих исследованиях было показано Что сохраняется Но сегодня я вам покажу И расскажу именно исследования Уже проведенные на людях На пациентах Также с гистологией С подтверждением того Что да, на самом деле Скинбустеры сохраняются Как после аблитивных проведений Так и необлитивных методик При проведении После того, как мы закончили процедуру Всегда рекомендуется сделать Легкий массаж лица Как вот сейчас видим на видео Чтобы оценить Нет ли нигде уплотнений После При правильно проведенной процедуре Если препарат вводится в нужные слои Гематом мы видим не формируется Можно приложить лед Либо брикеты с холодом После процедуры Чтобы уменьшить Именно Вот это посттравматический отек Который может быть Обрабатывается кожа Раствором антисептика И в этот момент Как раз проводится Этот легкий массаж И мы проверяем Доктор проверяет Насколько правильно введен препарат Легкими прижимающими движениями Препарат распределяется После процедуры Каких-то жестких ограничений нет То есть рекомендации все общие Как после любой инъекционной процедуры Это в течение суток Не наносить декоративную косметику Желательно несколько часов Не прикасаться к области проведения процедуры И исключить тепловые процедуры Такие как солярий, бани, сауна Доктор еще раз перепроверяет Все ли хорошо Процедура в принципе Может выполняться даже без анестезии Препараты Они выпускаются в формах С лидокаином и без Если мы берем препарат с лидокаином То по большому счету Мы можем обойтись без аппликационной анестезии Сейчас я предлагаю посмотреть видео Где будет показана коррекция Очень деликатной области Очень актуальной для коррекции Это морщины в области глобела Для этого будет использоваться препарат Ристелан Витал Мы видим и на этом видео Можем оценить вязко-эластические свойства препарата Капля препарата Она не падает Она держится И то падение ее будет Уже при увеличении объема При продолжающемся давлении Если бы это был препарат На основе нестабилизированной гиалуроновой кислоты Он давно бы уже упал на поверхность кожи Соответственно мы понимаем Что раз препарат так хорошо держит форму Соответственно будет хорошо выталкивать мелкие заломы со дна Вот уже началась процедура Здесь в этой области процедура достаточно чувствительна Поэтому аккуратно работаем Техники мультипунктурны Это препарат Ристелан Витал Глубина ведения на уровне дерма-гиподерма С интервалом в 2-3 мм проводится ведение препарата И всегда не забываем про горизонтальную морщину Которая достаточно сложно корректируется Но благодаря скинбустерам мы можем ее хорошо проработать Теперь мы обсудили в предыдущем блоке Стандартную классическую схему проведения Ведение препаратов скинбустеров Это 3 процедуры С интервалом в 4 недели для препарата Ристелан Витал И 2 недели для препарата Ристелан Витал Лайт Но есть более новая современная схема Введения скинбустеров Исследование, посвященное эффективности применения данной схемы Было проведено тем же самым автором Мартино Кершер При участии Марины Ландау в 2017 году В этом исследовании участвовало большое количество пациентов В чем особенность этого исследования И чем отличается эта схема от классического введения Она отличается тем, что за одну сессию вводится не 1 мл препарата, а 2 И введение препарата 2-х кратное с интервалом в 4 недели В отличие от классической схемы, когда мы 3-х кратно по мл с интервалом в 4 недели вводим препарат В этом исследовании применялся препарат Ристелан Витал Оценивались результаты отсроченно И что же получилось в ходе этого исследования В ходе этого исследования было установлено, что происходит значительное улучшение качества кожи И мы видим по данной фотографии Как произошло сужение пор в тех местах, где была проведена процедура Сужение пор говорит нам о том и подтверждает тот факт, что скинк-бустер Они являются коллаген-стимулирующими препаратами И на фоне выработки нового коллагена происходит сужение пор Каким образом происходит стимуляция выработки коллагена? Считается, что за счет увеличения поверхностного натяжения на поверхности мембраны клетки фибробласта Он активизируется и начинает более активно вырабатывать новый коллаген Чем это интересно было еще исследование? Оно было интересно тем, что в оценке результатов и длительности этого результата Принимали участие не только доктора, но и пациенты И вы видите здесь процентное соотношение удовлетворенности результатом конечным после процедур Вверху это то, как оценивали доктора И чуть ниже это то, как оценивали пациенты И мы также видим сохранение, как оценивали длительность результатов пациенты и доктора Эти цифры достаточно внушительные, высокие И говорят о высокой эффективности проведения процедур именно по такой схеме Во многом эта схема очень удобна, особенно для жителей большого города Когда нет возможности приходить трехкратно И вполне удобно прийти всего лишь два раза вместо трех раз В ходе этой процедуры не было выявлено каких-либо побочных явлений Из негативных явлений отмечались всего лишь небольшие кемозы Легкая припухлость, которые проходили самостоятельно Сейчас я предлагаю посмотреть коррекцию такой необычной зоны, казалось бы, для скин-бустеров Как височная область И область виска, она расширяет показания к применению скин-бустеров Я знаю, что есть, как сама, как практикующий доктор, доктора, которые опасаются работать с этой областью И, на мой взгляд, применение препарата Ристилайн Витал в этой зоне позволяет снять эти страхи Начать работать, наконец-то, в этой зоне Показаниями для коррекции в этой области с использованием препарата Ристилайн Витал является Легкая атрофия, диспропорция контуров в этой области, тонкая кожа Мы видим, что до начала процедуры делается прокол кожи с помощью иглы для конюли В данном случае используется пиксель конюли, которая специально была разработана под препарат Ристилайн Диаметр конюли 23G Мы вводим аккуратно, плавными движениями, прокручивающими конюлю над поверхностной височной фасцией Обычно для коррекции височной области с помощью препарата Ристилайн Витал требуется от 3 до 5 вееров Мы вееры располагаем таким образом, что один из них у нас идет ближе к волосистой части головы Остальные мы распределяем между волосистой частью головы и латеральной частью брови При проведении процедуры, процедура немножко дискомфортная, поэтому можно использовать препараты с лидокаином Чуть дальше будет показана коррекция, как можно скорректировать латеральную часть брови Для этого обычно мы перекалываемся, также делаем вход для конюли И при коррекции латеральной части брови направление конюли обычно располагается чуть вверх в сторону лба Обычно в области брови всегда есть небольшое западение, которое очень хорошо дает очень красивую гармоничную коррекцию При заполнении этого западения скин-бустерами мы получаем эффект гармонизации лица Не просто в височной области, а лица в целом, его восприятие Так как именно правильное соотношение в височной области относительно других частей лица дает еще плюс К тому же и небольшой лифтинг, который мы можем увидеть и оценить в средней трети лица И даже зачастую у пациентов нижней трети лица Пациентка у нас худенькая, поэтому здесь у нее эта коррекция обоснованная И она дает прекрасный, достаточно выраженный результат Сейчас как раз вы на видео сможете увидеть, как проходит коррекция латеральной части брови После процедуры обязательно делается легкий массаж этой области И обычно рекомендую своим пациентам в течение нескольких дней после процедуры По какому-то легкому крему проводить самомассаж в домашних условиях Как раз сейчас проходит коррекция, делаем прокол для конюли Здесь обычно конюли вводится до середины брови, не дальше Техника достаточно безопасная при работе конюли в этой области Здесь мы видим, как конюли используются та же самая 23G пиксель Вводим направление конюли чуть наверх, в сторону лобной кости Дошли до середины брови и на обратном уходе мы вводим препарат Формируя тем самым такое, как ребро жесткости, которое будет обеспечивать лифтинг именно в этой зоне Иногда можно даже с легкой гиперкоррекцией вести препарат Это ничего страшного, она не будет бросаться в глаза, она не будет заметна Но тем самым мы создаем такую опору для тканей И получаем очень красивые результаты Сразу же глаз становится, взгляд более открытым В следующей части я бы хотела рассказать и поделиться с вами Коррекции с помощью препаратов Рестелайн Витал Уже конюльной техники лица Лицом мы прорабатываем конюли точно так же, как вы сейчас увидели Височную область Для этого мы заранее делаем разметку для удобства коррекции И дальше в такой же технике вводим препарат Рестелайн Витал На границе дермы и гиподермы Теперь я хотела бы рассказать вам чуть подробнее о тех исследованиях Которые были проведены в области шеи, кистей, декольте Эти зоны очень важны для женщин, так как после 40 лет Они являются определенной визитной карточкой Если женщина ухаживает за лицом, то безусловно коррекция этих областей Тоже требует отдельного внимания, чтобы все гармонично выглядело Итак, в 2018 году было проведено такое очень интересное исследование В нем приняли участие 20 пациенток Им трехкратно с интервала в 4 недели проводился препарат Рестелайн Витал В область шеи и кистей рук И интересно это исследование тем, что до начала исследований И после у пациентов проводился замер транспидермальной потери воды Проводилось измерение корнеметрии на предметы увлажненности И измерялось PH кожи в тех местах, где планировалось проведение процедуры Пациентки до начала введения препарата находились в порядка получаса В таких условиях, что температура в помещении составляла 22-24 градуса Относительная влажность 20-30 процентов Затем вводился препарат Рестелайн Витал Прикладывался лед и проводились повторные замеры уже после процедуры Причем эти замеры выполнялись неоднократно Вы можете увидеть это на слайде И что же получилось в ходе данного исследования В ходе данного исследования было установлено Что при введении препарата отмечается мгновенное Буквально сразу же после процедуры Снижение трансэпидермальной потери жидкости Гидротация кожи возрастала И безусловно все эти явления не нарастали при повторных проведенных процедурах Ну вот как на данном слайде вы можете видеть по фотографии Что уменьшилась степень выраженности вен Руки стали более однородного, однотонного цвета То есть мы на лицо видим все признаки улучшения качества кожи Ну вот еще пример еще одной пациентки По данным этого исследования Также не было выявлено достоверно значимых Именно каких-то осложнений Были отмечены негативные явления в виде единичных экхемозов В виде легкой отечности, болезненности Но эти все нежелательные явления Они проходили достаточно быстро В течение 14 дней Сейчас я предлагаю посмотреть видео Каким же образом вводятся препараты в область шеи Шея достаточно деликатная область Она требует очень аккуратного, бережного введения Так как в этой зоне возрастает вероятность формирования экхемозов У данной пациентки для коррекции Был выбран препарат Тристилайн Виталлайт И обосновывается это тем, что кожа достаточно здесь тонкая Чтобы не было визуализации препарата Препарат вводится коротколинейной техникой В шахматном порядке с интервалом в 2-3 мм В средние слои дермы Так, чтобы препарат не визуализировался В этой области для коррекции Можно использовать Для введения использовать не только иглы, но и конюли Но вот для такой тонкой кожи Введение конюли всегда рекомендую проводить С латеральных участков шеи Потому что введение конюли в центральные области шеи Может быть наоборот связано с увеличением риска формирования гематом Так как очень много соединительно-тканных перемычек При обработке шеи уделяем особое внимание По челюстной области Так называемым кольцам венеры Обрабатывая их как вдоль, так и поперек Видите, доктор показывает, что в шахматном порядке проводятся процедуры Иногда для удобства, чтобы вам не забыть, где был введен препарат И все-таки его равномерно распределить Можно сделать себе предварительную разметку Той зону, где планируется проводить вмешательство Для работы в этой зоне также можно использовать конюлю Можно конюли использовать 23G для более толстой кожи Для более тонкой кожи можно взять более тонкую конюлю Мы видим, что, как я уже сказала в самом начале, кожа шея очень деликатная Поэтому здесь редко процедура проходит без формирования точечных гематом Но при правильном введении, при соблюдении правильной глубины введения Эти кемозы, они будут единичные, они будут точные Они достаточно быстро проходят Также, как при работе в области виска, в области лица После процедуры всегда рекомендую проводить легкий массаж области шеи Можно приложить сразу после процедуры пакеты со льдом Процедура также может выполняться без анестезии Если мы работаем препаратом с лидокаином Иголочки очень острые Самые проколы почти не чувствуются Плюс есть у нас возможность поменять иглы, которые идут в комплекте И при этом процедура проходит достаточно комфортно При работе шеи всегда не забываем уделять особое внимание области декольте На декольте также можно делать разметку Морщины сна, которые формируются Особенно у пациенток с пышной грудью Безусловно, они приводят всегда к очень заметным, стойким, выраженным результатам Желательно для усиления результата повторять эту процедуру Можно повторять по классической схеме при проведении процедуры трехкратно с интервалом в 4 недели Или можно использовать схему, предложенную в 2018 году с использованием 2 мл за 1 сессию препарата И повторным введением препарата, если это рестелан витал через 4 недели Но уже в этом случае мы используем обычно 1 мл препарата Для удобства обычно во время процедуры просим пациента поворачивать голову Чтобы лучше видеть, визуализировать сосуды Не попасть в сосуды и тем самым не удлинить реабилитацию пациента Доктор еще раз обращает внимание на расположение препарата в шахматном порядке Продолжается коррекция Видим, что пациентка достаточно комфортно себя ощущает Она лежит спокойно Всегда по пациенту можно увидеть, насколько комфортна или дискомфортна процедура Если бы процедура была дискомфортной, пациент дал бы знать и это было бы видно на видео Доктор прижимает единичные гематомки И продолжает коррекцию Всегда также не забываем помимо области декольте обращать внимание на зону ключиц В месте перехода именно в том месте, где заканчивается шея Техники ведения скин-бустеров разнообразны Они включают себя как коротколинейную технику Можно вводить препараты верно с использованием конюля Использовать технику микропроколов Мы эту технику увидим при коррекции тыльной поверхности кистей рук Как раз проходит сейчас коррекция области декольте Там, где формируются заломы во время сна Доктор обращает внимание на эти морщины И перпендикулярно им, формируя ребра жесткости, ткани укрепляются Мы получаем эффект не только разглаживания Здесь и сейчас мелких заломов Но и профилактический эффект за счет того, что Напомню, скин-бустеры относятся к коллаген-стимулирующим препаратам И благодаря поверхностному натяжению мембраны клетки фибробластов Происходит более эффективная и качественная выработка коллагена этими клетками Здесь мы видим разметку белым карандашом Проведенную до процедуры, чтобы было видно, где и в каких зонах мы проводим коррекцию Итак, идем дальше Давайте посмотрим видео, посвященное коррекции рук Здесь пациентка 59 лет с достаточно выраженными признаками фото- и хроностарения Для коррекции рук обычно используется препарат рестилайн-витал Это прямые показания к его применению в этой зоне И при коррекции рук более обоснована комбинированная техника То есть частично препарат вводится с использованием конюли, частично с помощью иглы Обычно расход препарата составляет по 1 мл на руку И для усиления, пролонгации эффекта Безусловно, процедуру в области тыльной поверхности кистей рук лучше повторять через 4 недели Для прокола, для входа к конюли используем прокол Обычно прокол проводится между вторым и третьим пальцем Можно между первым и вторым, но это крайне редко Делается прокол иглой Дальше мы берем конюлю Опять же, моя любимая конюля, по крайней мере, это 23G пиксель Вводим конюлю и распределяем несколько вееров И вводим на обратном ходе препарат Аккуратно обходим венки Продвигаем конюлю вращающими движениями Чтобы это было максимально комфортно Как вы видите на видео, вращающими движениями конюлю ввели И на обратном ходе аккуратно распределяем, вводим препарат Обычно коррекция в этой области вообще не предусматривает никакой анестезии Она всегда очень комфортная Эффект мы видим, что называется, на игле Мы видим сразу после Но он, конечно же, усиливается еще благодаря свойству стимуляции фибробластов Именно к выработке коллагена И видим очень выраженную гидротацию Благодаря введению скинбустеров становятся менее заметными вены на руках Цвет кожи становится более равномерным Кожа становится более гладкой, более равномерной Обычно провести процедуру с использованием конюля можно всего лишь с двух вколов Раневые каналы после процедуры тщательно обрабатываем Рекомендуем пациенту, чтобы он не прикасался в течение 6 часов к этой области Необработанными руками И сейчас после этого обычно берем, меняем конюлю на иглу И прорабатываем уже тыльную поверхность кистей рук с помощью иглы Здесь используется препарат рестелайн витал Вводим его в глубокие слои дермы Также мультипунктурной техникой Не забываем про проработку не только той части, где сейчас проходит коррекция Но и межфаланговых промежутков Они всегда тоже требуют особого внимания к себе Прорабатываем обязательно разгибательную часть кисти Вот как сейчас это проходит Здесь можно даже нагнетать чуть побольше препарата Это не будет лишним, он не будет визуализироваться Для заполнения вот этих круговых морщин обычно как раз требуется достаточно внушительное количество препарата И аккуратно заполняем Здесь обычно не бывает крупных гематом Опять же при соблюдении глубины проведения процедуры Пациенты всегда очень удовлетворены результатами в этой зоне После процедуры также можно сделать легкий массаж И приложить лед Вот прямо видите, здесь корректируем межфаланговые промежутки И нагнетаем препарат То есть фактически здесь ставятся небольшие болюсы Для того, чтобы оказать разглаживающее, увлажняющее действие на те морщины, которые есть И вот сейчас техника микропроколов В принципе, если пациент не готов к реабилитационному периоду Хоть к какому-нибудь, то все Можно проводить и корректировать эту область исключительно конюлей Разницы между игольной и конюльной техникой По большому счету по эффективности проводились такие исследования нет Одинаковое эффективное ведение препарата в этой области Как с помощью конюли, так и с помощью иглы Здесь именно свойства самого препарата Они оказывают влияние на конечный результат А не способа ведения, то есть конюлей или игла Потому что многие доктора, они считают, что игольная техника, она дает большую стимуляцию Но такие исследования были и было показано, что в сравнительном аспекте разницы никакой нет Конюлей или иглой Тщательно всегда обрабатываем эту область Рекомендации после процедуры, они будут классические Как после любой классической инъекционной процедуры Чтобы пациент не распаривал эту область Исключил посещение солярия в бане-саун Руки, конечно, это такая очень особенная область Потому что она открыта, она подвергается контакту с факторами внешней среды И здесь именно для профилактики присоединения какой-то бактериальной флоры Безусловно, требуется большее внимание со стороны пациента И в момент именно дачи рекомендаций по простпроцедурному периоду по уходу Надо обратить внимание пациента на этот фактор Чтобы он тщательно следил и обрабатывал кожу после проведения процедуры Доктор уже смотрит, где есть определенные пропуски Где требуется чуть большее количество препарата И дополняет эти области введением препарата Вот есть легкий небольшой единичный экхимоз Центральной части тыльной поверхности кисти Почти вся зона она проработана Можно уделить особое внимание пальцам Но это достаточно такая чувствительная уже область для введения Поэтому здесь необходимо это согласовать с пациентом Многие пациенты достаточно болезненно переносят именно введение препарата В области именно кожи пальцев Сейчас доктор движется выше Негативных явлений и получить осложнение в этой области достаточно сложно Обычно это отечность, легкая болезненность в местах именно экхимозов Но это самопроизвольно проходящие нежелательные явления Которые достаточно быстро исчезают В принципе посмотрели, я думаю, мы можем перейти дальше Можем перейти к коррекции уже такой интересной зоны, как и, ну скажем так, нозологии, как коррекция рубцов постакне И здесь стоит сказать, что скинбустеры они хороши как в моновиде, так и в сочетании с лазерами Здесь я поделюсь с вами результатами очень крупных двухмасштабных исследований Вначале расскажу вам про данное исследование, которое было проведено в 2015-2016 году в Бельгии И в данном исследовании использовался исключительно препарат Ристелайн Витал в моновиде Без использования и без применения лазерных технологий Потому что мы все прекрасно понимаем, что есть пациенты, когда у них могут быть противопоказания к проведению лазера Что же нам тогда делать? Вот на помощь приходят скинбустеры В данном исследовании приняло участие 12 пациентов Пациентам с интервалом в 4 недели трехкратно под рубцы вводился препарат Ристелайн Витал Результаты оценивались отсрочно Оценивались, фотографировались пациенты по шкалам, оценивались, замерялись те изменения, которые были до введения скинбустеров И, соответственно, на протяжении всего исследования Такая красивая статья, такой красивый постер был опубликован в 2016 году Уже по итогам 9 месяцев наблюдения за этими пациентами Что же было отмечено как исследователями, так и самими пациентами На протяжении, по истечении этого длительного промежутка времени Что рубцы на самом деле, они сгладились, они стали менее заметными Пациенты были очень удовлетворены полученными результатами И этот эффект достаточно длительно сохранялся При этом не было получено каких-то серьезных побочных эффектов Ну, кроме тех, которые мы уже с вами обсуждали Следующее исследование, о котором я хотела бы вам рассказать Оно было проведено в 2013 году Это исследование как раз уже включает в себя непосредственно тему Которой посвящен на сегодняшний блок Это комбинация скинбустеров с лазерами И это исследование проводилось в Израиле Пациентам с глубокими рубцами постакны По типу ножа для колки льда Предварительно до введения скинбустеров Проводилось от 2 до 5 процедур на СО2 лазере Спустя месяц после последней процедуры Пациентам под рубцы вводился препарат Ристилайн Витал И при этом были получены очень выраженные результаты Рубцы значительно сгладились Мы можем оценить результат по фотографиям Которые представлены на данном слайде Проблема рубцов постакна очень актуальна В связи с тем, что когда к нам обращаются с ними пациенты С рубцами, то в том или иной мере мы приходим В конечном итоге к тому, что наступает конечный результат Который мы можем получить от лазерных технологий И на этом процесс тормозится А пациенты хотят, чтобы кожа была еще более гладкой И в этом случае использование такой комбинированной технологии Безусловно, приводит к очень выраженным стойким результатам И авторы данного исследования делают вывод Что, безусловно, комбинация дает более выраженные результаты Давайте посмотрим, как вводится препарат Ристилайн Витал Непосредственно при работе с рубцами постакна Перед процедурой мы сейчас видим, что доктор тщательнейшим образом обрабатывает кожу Неоднократно, многократно Если в области проведения процедуры есть воспалительные элементы Безусловно, мы в области этих воспалительных элементов не работаем Мы их обходим Для коррекции используется препарат Ристилайн Витал Он вводится под рубец Трассирующими движениями рассекаем соединительно-тканные тяжи Которые могут втягивать рубец дополнительно вглубь тканей И после этого вводится болюс препарата Здесь не стоит опасаться того, что препарат будет визуализироваться Здесь можно позволить себе работать на ведении чуть большими объемами препарата Мы видим, что доктор выполняет процедуру на разной глубине Как раз совершая рассекающими движениями Рассекает соединительно-тканные перемычки Которые идут от рубца вглубь ткани Обычно количество препарата зависит от степени выраженности рубца И от их количества Соответственно, здесь расход препарата может быть самым разным Это может быть и 1 мл, и 2 мл, иногда 3 мл Это очень все индивидуально Мы можем работать препаратом и в области висков, и в области щек, и подбородка, и шеи Вводя и получая это заполнение Достаточно выраженный результат Как говорится на игле сразу после процедуры Даже если пациент Желательно, конечно, можно повторить эту процедуру Спустя 4 недели Пригласить пациента, оценить результаты И если будет сохраняться западение То дополнить результат дополнительным введением препарата Но даже если наш пациент не придет То мы спокойно и знаем Потому что это подтвержденные данные В соответствующем исследовании Что препарат Ристилайн Витал Будет достаточно эффективно и качественно выполнять свою функцию При однократном введении Даже на протяжении 6 месяцев после процедуры Процедура Здесь уже требуется более частая смена игл Так как мы выполняем вот эти рассекающие движения И иголочка в данном случае достаточно быстро притупляется Поэтому здесь чуть чаще Чем при просто для увлажнения, для улучшения качества кожи Когда мы работаем Требуется смена иголочек Но также вопрос болезненности Он может решаться использованием препарата с лидокаином Видите, да, что препарат вводится в одно за один раз Достаточно такое большое То есть надувается даже папула глубокая Мы ее приминаем после введения И она не визуализируется Но зато благодаря такому введению Мы получаем достаточно выраженную коррекцию В местах проведенной процедуры Препарат можно использовать для коррекции рубцов Не только на лице, но и на теле Потому что мы знаем, что бывают рубцы и на спине, и в области декольте В принципе, корректировать можно рубцы не только постакне Но и на любые трофические рубцы посттравматического характера Доктор демонстрирует вязко-эластические свойства препарата Препарат в виде капелек держит форму Не теряет Соответственно, мы понимаем, что так же он себя ведет в тканях Эффективно оказывая выталкивающее действие на рубец изнутри Сохраняется форма Нагнетается побольше препарата Препарат держит Итак Мы поговорили о комбинированных методиках Коррекции рубцов постакне С применением лазерных технологий Скин-бустеров Теперь хотелось бы затронуть важную тему За которой к нам обращается большинство пациентов Это омоложение И посмотреть, а как же себя ведут скин-бустеры В комбинации с различными видами лазерных воздействий Облитивных и необлитивных Сейчас я хотела бы осветить исследование Проведенное в 2018 году На базе сети Клиник Линлайн Когда оценивалась эффективность проведения процедуры Микроаблетивной на эрбиевом лазере Для омоложения кожи лица И была вторая группа пациентов В котором выполнялась процедура комбинированная То есть проводился не только лазер Но и после лазерной процедуры Вводились скин-бустеры Как же, в чем заключалось исследование В исследовании приняли участие 60 пациенток Пациентам до начала терапии Проводилось фотографирование Оценка тех возрастных изменений Которые есть на коже лица С использованием шкалы Модифицированной шкалы Фицпатрика Проводилось ультразвуковое исследование тканей Проводилось гистологическое исследование тканей И далее пациенты были разделены поровну На две равные группы В первой группе пациентов проводились Только лазерные процедуры Второй группе пациентов Проводился комплекс процедур Состоящий из лазерного воздействия И на седьмой день после лазерной процедуры Техникой микропроколов Вводился препарат Рестилайн Витал По схеме, предложенной Мартина Кершера и Марина Ландау Когда вводился за одну сессию В первую сессию Два миллилитра препарата И через 4 недели Вводился еще один миллилитр препарата Период наблюдения составил 3 месяца Что же получилось? Здесь представлены на слайде параметры энергии, которые используются при проведении лазерной процедуры Те области, где выполнялось ультразвуковое сканирование тканей, пункционная биопсия Что было отмечено и в том, и в другом случае То есть когда мы проводили только лазерную процедуру И когда была сочетанная коррекция У всех пациентов Безусловно, было упорядочивание структуры коллагеновых, холостиновых волокон Утолщалась структура кожи И исследователи обратили внимание Что в той группе, в которой был комплекс процедур То есть использовалась лазерная процедура И затем последовательно водились скинбустеры Эти изменения носили более выраженный характер И исследователи на основании этих данных Сделали выводы, что такая комбинированная терапия Она более обоснована Она дает более стойкие, более выраженные результаты Ну и если обращаться к опыту не только наших отечественных коллег Но и к опыту международных экспертов То здесь стоит сказать, что глобальным консенсусом по омоложению Было принято, что комбинированные технологии За ними будущее И в многочисленных исследованиях показана Их более выраженная эффективность При этом с достаточно высокой степенью безопасности И вот сейчас я хотела бы вам рассказать Про зарубежное исследование Которое было проведено в Испании В этом исследовании в 2011 году Применялся необлитивный лазер И вводился препарат Ристилайн Виталлайт Причем это исследование проводилось в области шеи Где мы знаем, что область шеи достаточно сложная для коррекции Там достаточно деликатная, чувствительная кожа Это исследование интересно тем, что до начала процедур Пациентов не только фотографировали и оценивали по шкалам Те возрастные изменения, которые есть Но и проводился забор биопсии И после завершения курса лазерных процедур В комбинации с препаратом Ристилайн Виталлайт Также проводился забор биоптатов И смотрели, сохраняется ли препарат в тканях или нет В исследовании приняли участие 9 пациенток В возрасте от 42 до 62 лет Обратите внимание, с разным фототипом От 2 до 4 Пациентам изначально проводилась лазерная процедура С использованием необлитивного лазера И сразу же после процедуры Вводился препарат Ристилайн Виталлайт Здесь указаны на данном слайде параметры лазерного излучения Которое применялось Техника применялась микропракулов В средние и глубокие слои дермы Здесь мы видим дизайн исследования И через 4 недели, то есть через месяц после последней процедуры Вновь проводился, так же как и в начале Забор биоптата ткани Что было получено Здесь мы на фотографии видим Желтая стрелка показана Насколько произошло улучшение качества кожи Даже с небольшим эффектом лифтинга Все пациенты были удовлетворены результатами Которые получились И самое интересное В этом исследовании было доказано С помощью биопсии Что после проведения лазерной процедуры Ристилайн Виталл сохранялся в тех областях Куда он водился Соответственно это раскрывает новые горизонты Новые грани по применению Одномоментному применению скин бустеров Сразу же после необлитивных лазерных методик Из негативных явлений в этом исследовании Не было обнаружено ни одного То есть были небольшие гематомы Но как при любой инъекционной процедуре Здесь мы видим результаты Гистологического исследования Иммуногистохимию Порядочивание коллагеновых и холостиновых волокон То есть такая комплексная коррекция Безусловно привела к соответствующим результатам И исследователи призывают докторов Вводить в свою практику И использовать скин бустеры Совместно с лазерами в своей практике Когда к нам не менее важным моментом Помимо нашего мастерства докторов Именно с технической точки зрения владения Лазерным оборудованием введения скин бустеров Не менее важным навыком является навык консультирования И зачастую, когда приходят особенно возрастные пациенты Которые видят какие-то глубокие складки, морщины Они не замечают и не придают внимания Именно качество кожи И наша задача на консультации Грамотно подвести пациентов к этому И показать, что необходимо работать Не только с какими-то структурными изменениями Которые есть у пациента Но и с качеством кожи С поверхностными изменениями Потому что в комплексной оценке лица В комплексном восприятии лица пациента Это имеет важное значение И обратите внимание Вот эти пять критериев красоты Которые были выделены экспертами международного уровня Входит как раз И на первом месте стоит состояние качества кожи И когда мы пациентам оцениваем состояние его лица Состояние его тканей По вот этой шкале Совместно с ним выставляем бальную оценку Пациенту приходит понимание важности Именно момента работы с качеством кожи И мы очень грамотно, очень гармонично Вписываем скин-бустеры В свою программу Которую мы прописываем для пациента Которую на карте, на схеме лица отмечаем В какой последовательности скин-бустеры Будут проведены Либо вместе с лазерными процедурами Если это не аблитивные Либо в ранние сроки до или после аблитивных технологий И таким образом У пациентов снимаются все возражения По поводу того, что надо работать с качеством кожи Ну и подводя выводы Что хотелось бы сказать Что безусловно скин-бустеры Это достойные препараты Которые может использовать в своей практике Доктор как работающий на лазерных аппаратах Так и не работающий Так как эти препараты Они достаточно самостоятельные И могут использоваться Совершенно в разных областях лица и тела И быть направлены Не только для увлажнения и омоложения Но и для коррекции рубцов постактной Но безусловно подводя итог Всего вышесказанного Все-таки скин-бустеры Они хороши также и в сочетании с лазерными технологиями И дают более выраженные, более стойкие результаты При таком сочетании И наши пациенты будут безусловно более удовлетворены От такого комплексного подхода Эти данные подкреплены Крупномасштабными российскими и зарубежными исследованиями На этом я хотела бы закончить У меня все И я готова ответить на вопросы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!